Первый период соперники начали по уже знакомой схеме. Старались все силы направить на защиту своих ворот, поэтому острых моментов не создавали. Распечатать ворота Тороса сумели гости на 15-й минуте игры, забросив шайбу с пятачкам, который не сумел остановить лучший голкипер прошлой недели. Нефтекамцы не растерялись и успели сравнить счет менее чем за две минуты до окончания 20-ти минутки. Второй отрезок матча хоккеисты вели себя уже оживленнее, и одна атака сменялась другой. Дружина Полозова была настырна, и на 36-й минуте еще одна шайба отправилась в ворота воронежцев. При таком раскладе после перерыва встреча стала ожесточеннее, напряжение нарастало с каждой секундой игры. За пять минут до финальной сирены удача оказалась, увы, на стороне Бурана. В формате 4 на 4 гостям удается сравнять счет. Продолжились разбирательства уже в овертайме, причем Торос начал свое сопротивление в меньшинстве. Поэтому спустя минуту победу забирают воронежские хоккеисты, отправляя третью шайбу в ворота. Расстаются оппоненты со счетом 2-3. 8 октября Торос ожидает игра на домашней арене с хоккейной командой «Звезда» из Чехова.